Переворот Перевороты часто являются так же в стратегически важных странах. Стоят, опять же, торчат ушки западной разведки. Не обязательно США, это может быть и восточный сосед, как Россия. Перевороты делятся на военный, демократический и дворцовый. Дворцовый переворот мы прекрасно знаем. Например, смещение Хрущева, да и смещение Ельцина в самом начале, если вы помните, 1 января 2000 года, когда он отказался от власти. Это было реально, по моему мнению, смещение. Главным условием успешного дворцового переворота, да и военного, является отсутствие лидера. Он болен, уехал и экономический кризис. Очень важно сказать о демократических переворотах, об этих цветных революциях, как в Грузии, так и на Украине. Они, естественно, поддерживались спецслужбами, были денежные вливания, работали эксперты. Но здесь, в общем-то, играет роль и то, что экономическая ситуация, опять же, не важнецкая. И тут уже гораздо легче провоцировать акции массового неповиновения граждан и требовать пересмотра выборов. Все, собственно, и заключается главный фокус демократических переворотов, революции цветных. Это массовое волнение с требованием пересмотра итогов выборов, то есть избрания нового президента. Продолжение следует...